Очевидно, что популяция шелкопрядов в Енисейском районе увеличивалась в течение нескольких лет. Но то ли не замечали, то ли не придавали особого значения. Тревогу забили лишь этой зимой, после того, как на одного из охотников с дерева свалилось несколько десятков гусениц. Вернувшись с охоты, он рассказал, что в тайге происходит что-то неладное. На сигнал отреагировали специалисты регионального центра защиты леса. В ходе экспедиции в тайгу они установили это сибирский шелкопряд. Гусениц, которые сейчас, кстати, в зимней спячке, привезли в Красноярск. Уже в лаборатории они проснулись и теперь их изучают, чтобы спрогнозировать ситуацию. Мы здесь определяем зараженность паразитами, потому что это один из показателей, которые позволяют судить о том, в какой стадии находится популяция. Сейчас они начинают окукливаться уже и мы сможем определить соотношение полов, то есть сколько самцов, сколько самов. Если быть более точным, шелкопряд – это бабочки, которые в конечном итоге появляются из этих гусениц. Чтобы дорасти до бабочек, гусеницы съедают хвою, причем разных пород, будь то кедр, лиственница, ель, пихта или сосна. Опасных насекомых обнаружили в разных частях района. От Енисейска, ближайший очаг, находится в 50 километрах, но больше всего погибающих деревьев в Назимовском лесничестве. После объедания, вот именно сибирским шелкопрядом хвои, тайга осталась мертвая. Нет следов, нет следов ни птицы, ни каких-то грызунов, ни каких-то, ни белок, ни соболей. Потому что мы вот проехали по этим очагам, на самом деле тайга стала мертвой. Потому что нет хвои, нечем питаться, ну мелким грызунам, значит, нечем питаться и более хищным грызунам. И это целая цепочка. По подсчетам специалистов, общая площадь пораженной тайги превышает 40 тысяч гектаров. Это больше, чем площадь Красноярска. В Енисейском лесничестве отмечают, что очаги шелкопряда вспыхивали и раньше, но в таких масштабах впервые. Сейчас на Чеку должны быть все лесные районы края. Я хотел бы обратиться ко всем главам администрации, хотя мы письма уже разослали, к населению Красноярского края. Если увидят подобное явление в лесах, чтобы срочно сообщали нам, чтобы специалисты могли выехать на место и дать рекомендации. Сейчас вырабатывается план борьбы с шелкопрядом в Енисейском районе. В Краевом центре защиты леса наиболее подходящим вариантом уничтожения вредителей считают опрыскивание тайги биологическими препаратами с помощью авиации. Атака на шелкопряд, вероятнее всего, будет проводиться ближайшей осенью. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин, Андрей Крупнов. Новости.